Этим видео я хотел открыть, ребята, рубрику тактики башни смерти, потому что на стриме это обсуждалось. Сказали, ребята помогут, действительно, скажут некоторые свои тактики, способы прокачки определенные. То есть, соответственно, тех, кто действительно занимает первые места, будет три или четыре различные тактики. Ну а пока я, ребята, сливаю свою тактику. Всем привет, всем привет, с вами Лига Мюзик Варс. Сегодня мы разбираем, ребята, башню. Сегодня я вам сливаю свою тактику. Будете вы их пользоваться или не будете ей пользоваться, это ваше чистое решение. Ну, по крайней мере, для меня она является актуальной и рабочей. Давайте же посмотрим на готовые результаты. Во-первых, первый раз, когда башня была введена, то есть, соответственно, начали бегать, но не хватало чего-то, какой-то изюминки. И вот ввели лимб. Ввели лимб, то есть мы начали зарабатывать души. Души зарабатываются все. Но первый раз, когда мне дали 10 тысяч душ, я их прямо слил все по 750. Ну, то есть, сделал очень большую глупость. Оказывается, то есть, 20 душ, 150 и 750, ребят, это шанс, соответственно, выпадения топовых предметов пятого уровня. То есть, при 750 этот шанс, он очень большой, соответственно, при 150 он меньше, при 20 он вообще очень маленький. Потому что я за 20 реально вытаскивал вещь пятого уровня. Я подумал, что, ну, это такая случайность. Потом за 150 тыкнул и все равно вытаскивал я вещи четвертого и пятого уровня. То есть, поэтому для меня не критично 4% туда, 4% обратно. Вот, примерно такая вещь. В общем, одеваюсь я рендомно, ребят. Я не собираю, получается, комплекты. Потому что комплекты, если собираются, то только не демоновские. Выпадение демоновских элементов, как вы видите, оно вообще просто шедеврально. Прямо загнуто в самое-в самое, ну, пекло, короче. Там просто это нереально. Я, в общем, доспехи собираю вот таким образом. То есть, и, соответственно, дальше уже распределяю то, что более-менее адекватно. Ну, я забираю обычно силу, живучесть и бутсты ко всем параметрам. Что же у нас происходит? Я выхожу в башню. То есть, это как стандартно все делают. То есть, видос, ребят, я снимать не буду. На заднем фоне я поставлю картинки. То есть, и поставлю определенную заставочку. В общем, происходит такая вещь. Я выхожу в башню. Первые 9 минут моей игры уходят на то, чтобы собрать кучу-кучу амулетов, ребят. Я собираю все амулеты, которые встречу пути оружия, я не беру. Поэтому, чем больше амулетов вы соберете, тем больше народу сольется. Это первое, то, что надо сделать. Второе. Не выходите во время основных активных действий. То есть, когда куча народа, выходить нельзя. То есть, надо выходить в 11-12 часов ночи, когда мало народу или никто не играет. Когда сбор, получается, на башню длится примерно 20 минут. Боты, которые запущены в саму игру, будут, ребята, вам помогать. То есть, через какое-то время идет добавка одного бота. Потом через какое-то время добавка второго бота и так далее. До тех пор, пока не наберется хотя бы одна башня на 50 человек. Происходит это именно так. Соответственно, вам надо дотянуть до того момента, когда вас начнут уничтожать души. Но не забывайте, вот сейчас я вам на видео, ребята, я покажу. Вот. То есть, вы спокойно, то есть, не напрягаясь, что у вас жизнь уменьшается, вы продолжаете стоять. До тех пор, пока от вашей лестницы народ не разбежится. Это должно длиться примерно около 20-25 секунд. Где-то примерно так. Почему я говорю, бегать надо по первому этажу? По максимуму. Потому что, ребята, вам надо собрать всякие бусты. Желательно, если вы найдете что-нибудь в виде аптечек. Поэтому бегайте, бегайте, бегайте. Может, у вас и попадется. Просто сейчас начался такой уровень, что, ребята, прямо народ. По два человека, может быть, по одному. Уже раскачан. Они стоят возле этих лестниц. И ждут, когда кто-нибудь поднимется. Но если вы проходите с задержкой примерно в 30 секунд, ребята, вас никто там ждать не будет. Потому что души уже прошли. Все прошло. И поэтому эффекту в вашем ожидании уже нет. Дальше вот смотрите, ребята, мои результаты. То есть, соответственно, будем продолжать проходить. Тактика работает. Тактика хорошая. И дальше входит действие математика. То есть, в течение, получается, одного дня вы можете заработать от 600 до 1000 душ. За три боя. То есть, соответственно, ну, давайте возьмем среднее, давайте, 700, да? Умножаем на 7 дней. Потому что у вас дается три раза ходить в башню, да? Получается 7 дней. Итого получаете сколько? 4, да? 1900 душ вы получаете в неделю. В неделю. А на свое, получается, обмундирование вы тратитесь не так критично и не так много. Ну что, давайте, наверное, я много разговаривал. Давайте подведем краткие итоги всего, что я сказал. Попробуйте, ребята, ночную тактику. Она адекватная в свое время. Люди поправили. Вы знаете, музмехи, да? Когда был бой 1 против 30. Здесь та же самая тактика. То есть, она рассчитана на очень слабый онлайн. Ну и давайте. Первое, что нужно сделать именно в башне смерти. Это, во-первых, первые 9 минут бегают и собирайте все амулеты. Все амулеты. Чем больше амулетов и соберете, тем меньше их достанется противникам. Тем быстрее появятся люди, которые пойдут в топ. Второе. Вы ждете, получается, окончание периода и не сразу заходите на второй этаж. Где-то ждете 20-30 секунд, пока люди с лестниц уйдут. Это второе. Третье. Соответственно. Если вы проходите, то есть, на втором этаже и где-то и на третьем этаже, не имея значения. Ребята, вам придется следить за своим персонажем. То есть, вам надо дождаться. То есть, если кто-то в комнату входит, вы из комнаты, из комнаты будете переходить. Поверьте мне, если человек входит в комнату, а вы из комнаты выходите, он вас никогда не поймает. И вы будете спокойно ходить так до окончания душ. То есть, вам все равно. То есть, получается, вы попадете все равно в топ. Свой топ вы возьмете свои 200, 250, 300 душ. То есть, соответственно, за бой вы заберете все равно. А если человек пытается выжить, пытается идти куда-то к топам, то он, соответственно, бегать за вами не будет. Он пойдет к выходу. Что у вас есть хороший шанс. То есть, 30-40 секунд задержки перед тем, как вы переходите на следующую лестницу, вам даст дополнительный буст. Ну и, соответственно, так же вы двигаетесь по этажам, получается, не выходя из комнат. То есть, находите себе комнату и сидите там до упора. Вообще, по крайней мере, я уже видел ребята, кто такую тактику использует. Очень хорошая тактика, позволяет, ну, на средние доспехи копить. Но не знаю, прикроет ее, не прикроет. Но по активности одна из лучших, ребята, тактик. Так что, пользуйтесь. Что я могу сказать? Ну, по крайней мере, я этой тактикой пользуюсь. Меня очень сильно напрягает, то есть, ходить, драться в башне и так далее. На стриме я много раз слился. Причем, слился с 7-ю, 10-ю. 70, ребята! 70-80 душ. Причем, мы произвели там по 2-3 боя. Это не имеет значения. Ребята, я говорю, я больше душ собираю, когда я не бьюсь в этой башне, чем, получается, я начинаю драться. Именно происходит за счет ботов. Ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел. Все картинки, все мои отчеты по всей башне вы видели. Я специально тактику собирал всю на прошлой неделе. Так что, решайте сами. Драться в башне или играть, как я. Не забывайте. То есть, соответственно, за 750, то, что вы доспехи покупаете, это небольшая разница в 4%. Она вам много не даст. То есть, потому что она все равно берет от базовых характеристик. Всем счастливо, ребята! Играйте в башню правильно! Субтитры сделал DimaTorzok